Рассматриваются вот такие двумя коэффициенты где нижнее число это 2012 в степени 2011 это конечно число огромных размеров то есть берется вот в тройское проигольник Апаскальцев вот таким нулем и все численные все коэффициенты и среди них нужно найти те, которые не будут делиться на 2011 то есть вместо тройки здесь 2011 2011, впрочем, простое число это надо, кстати, в начале еще проверить это тоже не так просто, надо провести некоторые вычисления но так как 2011 простое число то вопрос о том, какие коэффициенты делятся на это число b естественно решается опять же с помощью теоремы для этой цели нам придется вот это число взять и записать в системе исчисления по основанию 2006 вот, ну, полностью это сделать, конечно, нереально потому что число огромных размеров но первые несколько максимум цифр записать можно найти можно для этой цели можно как раз просто это число обозначить, скажем, b тогда вот эта степень, это будет b плюс 1 степень b а это число мы можем записать с помощью формулы бинома, которую вы уже знаете и, значит, число будет такое и, значит, число будет такое начинаться будет с единицы, ну, как обычно дальше будет x, то есть p, и умножаться на биномянный коэффициент c в квадратному, который тоже на биномянный п и умножаться будет на биномянный коэффициент c в квадратному, а он равен своей очереди p на 1 по полу в итоге получается p в квадрате еще раз p значит, получится p в квадрате, а p в квадрате с 1 по полу вот дальше будет у нас x в квадрате, то есть p в квадрате, и тоже будет умножаться на биномянный коэффициент но поскольку формуле для этого биномянного коэффициента, если ее вот эту формуле не взять первый же со множителем тоже будет равен, потому что биномянный коэффициент при равном 1 то понятно, что здесь будет p в четвертое и умножаться на еще какое-то произведение, которое будет целым числом ну и дальше следующие излагаемые будут такие все только будет выноситься p в пятый, и не делая числовие от шестой и так далее вот такая будет длинная сумма если мы хотим разложить это число в квадрате системы исчислений, то можно вот все остальные, начиная с этого, проигнорировать, потому что их сумма будет делиться на p в четвертое стиху и поэтому если мы хотим найти разложение до первых четыре цифры по личной системе это значит, что мы должны найти такие цифры x0, x1, x2, x3 и начало разложения по личной системе будет такое x0 плюс x1 на p p это основание системы, плюс x2 на p в четвертое ну и плюс там и так далее ну вот первые три цифры будут в точности такие же, как у этого числа потому что остальные цифры, остальные суммы делятся на p в четвертое и на младшие цифры результаты она никак не струна а вот это число в таком виде записать очень легко понятно, что x0 это единица вот формула, x1 это 0 x2 это единица, тогда получается все в квадрате а x3 это как раз по имени x1 по полу вот p в четвертое уже найти цифру x4 при p в четвертое найти уже сложнее потому что следующий коэффициент будет больше, чем p а число больше, чем p цифры уже не является и придется ее заменять на остаток отделения на p и все будет усложняться но первые три цифры действительно найти можно ну а дальше мы действуем тем же самым способом раз мы первые три цифры нашли то в формуле для этого нашего числа первые самые цифры будут такие x0 плюс 1, x1 плюс 1, x2 плюс 1, x3 плюс 1 дальше правда формула будет продолжаться но цифры нам неизвестны ну так вот эти числа какие будут? x0 плюс 1 будет давать двойку здесь будет единица и дальше будет что? дальше будет что? что там стоять? опять двойка будет стоять а последняя будет что? это уже один пополам, потому что единица прибавится ну вот если вместо p подставить в 2011, да? прибавить единицу получим 2012 делим пополам получаем тысячу шесть испоминаем что надо еще умножить на двойку и на двойку и получаем что все будет делиться на тысячу шесть надо то есть на 2012 так что делиться на 2012 действительно будет что и требовалось нам сказать вот ну так задача конечно может быть трудновато я вот не знаю я решил кто-нибудь или не решил она там была под номером шесть ну вот собственно и все что я хотел рассказать про сложение разрядных чисел по целевой мигпаскале про нофетку Сиркинского и про теремум я кое-какие вещи говорил бегло не все доказывал так что вам останется в виде задач то что я не доказал честно говоря, сам теремум умер и это я тоже не, строго говоря, не доказал вот Ну можно заглянуть в эту книжку, если хотите, там есть доказательства Можно еще заглянуть в одну книжку, что я заеду с вами рекламу, конечно Моя книжка называется «Внимательная компьютерная литерметика» Выходило в этом году издательство «Либрофон», но в интернете можно найти по аббревиатуре «УРССы» Когда-то они так и назывались На самом деле там две книжки, я всю книгу первую и расскажу, а вот эти есть как заголовки, я, может, сейчас не помню Вот во второй книге есть теорема Кубера, теорема Лизандера, и они там даже доказаны И речь там была о сложении чисел двоичной системы, в связи с этим они там появляются Потому что вопрос шел о том, как вкладывать чисел двоичную систему и сколько там будет взглянуть Как-то можете сюда заглянуть и там доказательства протекста